Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала! У нас осень, вторая половина октября. Я готовлю к зиме не только свои розы, но и клематисы. И в этом выпуске я хочу вам рассказать о том, чем я кормлю их последний раз перед зимой, а также об обрезке клематисов на зиму, потому что эта тема такая очень волнующая. Особенно новички очень переживают, а как же правильно обрезать клематисы на зиму, как их укрыть и вообще что делать с ними осенью. Обратите внимание, сейчас перед вами мой отсветший клематис Skyfall, моя огромная двухметровая стена, которая каждый год радует меня обильнейшим цветением. И вот здесь, видите, такие пушки остались. И посмотрите, сколько их много, а вместо этих пушков были цветы. Я вам обязательно вставлю ролик, покажу, как он свел летом, потому что это действительно очень красиво. Что касается подкормки, чем можно и нужно кормить клематисы осенью, чтобы они пышно цвели в следующем году. Вчера у нас целый день шел дождь. И я вышла, одела куртку, одела капюшон и думаю, пока вот этот дождь льет, такой хороший, проливной, подкормлю-ка я свои клематисы. И видите, вот здесь я понасыпала вот так вот вокруг удобрения. Это было вот такое фосфорно-калийное удобрение с пометкой осень. Осенним удобрением я кормлю все цветы и клематисы, и розы, и пионы. Здесь хороший состав без азота, фосфор, калий. В общем, все, что нужно для укрепления иммунитета, для укрепления корней и также для пышного цветения в следующем году. Поэтому осенние удобрения у кого есть, обязательно все подкормите. Своим клематисом я насыпала, ну, большим горсти так по две. И я, видите, здесь вот так вокруг раскидала. Конечно, такое безобразие оставлять нельзя. Я сейчас досниму ролик, возьму тяпку и вот это все удобрение в почву зарыхлю, чтобы оно дальше растворялось. Но, опять же, я это не сделала вчера, потому что дождь шел, и я вот что успела, по-быстрому раскидала, и все, пошла домой. Что касается обрезки. Как правильно обрезать клематисы? Ну, вот, допустим, клематисы третьей группы обрезки, такие как клематисы Skyfall, Vildelion, Purpure Plena Elegance и многие другие популярные сорта, они обрезаются очень низко. На зиму нужно оставить всего сантиметров 20-30, все, что выше, обрезать. И не удивляйтесь, такой короткой обрезки, они в следующем году очень быстро начинают расти. И вот такой вот объем, он нарастает, ну, вот, буквально в течение месяца. Поэтому, у кого клематисы третьей группы обрезки, все, возьмите и обрежьте 30 сантиметров, только оставьте. Я вам сейчас покажу, как это примерно выглядит. Вот у меня здесь, видите, растет клематис. Это клематис также третьей группы обрезки, махровый, такой голубой. Я вам также вставлю фото, посмотрите. Он у меня также здесь, видите, был подкормлен, но я его обрезала раньше. Обрезала почему? Потому что у меня здесь, видите, растут розы с ним. И я этот розарий готовила к укрытию, но мы не успели его укрыть. Поэтому так все осталось. Вот эти розочки я согну, дуги поставлю. И вот в таком виде у меня клематис будет зимовать с ними под укрытие. А вообще, свои остальные клематисы я также укрываю. Укрываю их с панбондом. Но что касается вот этого скайфола, он тоже вместе с розами уйдет под укрытие. А если взять клематисы другие, которые у меня растут отдельно от роз. Вот, допустим, вот эти на арке. Они, видите, у меня здесь также были подкормлены. Также все нужно зарыхлять, убирать в почву. В общем, вот эти клематисы я укрываю просто с панбондом. Сверху кладу такой небольшой кусочек. По краям кладу кирпичи, чтобы этот спанбонд не улетел. И все у меня такое прикрытое зимует. Вообще, сорта третьей группы обрезки, они могут расти и без укрытия. Достаточно просто их обрезать и все. Но, вы знаете, я как-то думаю, что все равно под укрытием им лучше. Потому что мы оставляем же вот эти побеги, да. Обрезаем же мы не до конца, оставляем вот до сих пор. И вот отсюда начинают расти почечки. И очень часто весной, когда начинает сходить снег, бывает такое, что снега нет. И морозы, и морозы сильные. Мне кажется, все-таки под укрытием им лучше, теплее. И как-то быстрее они растут. И побеги крупные, и мощные. И все-таки вот с укрытием мне нравится больше. Поэтому я уже как придумала для себя такую систему ухода несколько лет назад. Придерживаюсь ей. И моим клематисам это все нравится, судя по тому, как они пышно и обильно цветут летом. Поэтому вот так. Что касается клематисов второй группы обрезки. Я тоже на свою голову в этом году, этим летом посадила один такой клематис. Клематисы второй группы обрезки, они более прихотливые. И тут есть нюансы в обрезке. Вот здесь у меня растет клематис этого года посадки. Это клематис Хошину Фламенко. И обратите внимание, я его здесь подрезала. Но подрезала максимально высоко, скажем так. Я его буду укладывать. Все вот эти побеги. Видите, здесь один побег высотой примерно сантиметров сорок, а этот подлиннее пятьдесят. Вот эти побеги я вот так вот свяжу и сюда уложу. Уложу их вместе к розам под укрытие. И их потом весной подниму. И уже от этих побегов будут расти новые. Клематисы второй группы обрезки не нужно обрезать сильно. Их нужно обрезать примерно наполовину от того объема, который был. Нужно максимально сохранить эти побеги, потому что они начинают быстро расти. И они первее зацветают, чем клематисы третьей группы обрезки. Ну и поэтому в этом плане с ними немножко посложнее. В тех регионах, в которых зимы мягкие, не сильно морозные, эти клематисы прекрасно сохраняются. И ранней весной моментально стартуют, цветут и все прекрасно. У нас, конечно, зима как повезет. И у меня есть один клематис, второй группы обрезки, он такой беленький. Вот иногда побеги сохраняются. Ничего, и он цветет так хорошо, обильно. И прямо вот он у меня вот там на мостике растет. Ну прям просто супер. Иногда бывает, что побеги эти ну вот просто вымерзают все. И он потом начинает раскачиваться. И долго не растет. И потом уже к середине лета просыпается. И там к осени что-то отрастает. В этом году он у меня вообще только в августе зацвел. И зацвел не обильно. И в общем было такое себе. Но тем не менее попытаться можно. Попробовать вырастить можно. И я вот в этом году увидела сорт хошину фламенко. У него просто огромные малиновые цветы. Я не смогла устоять. И опять же на свою голову посадила. Теперь буду как-то пытаться пробовать эти побеги сохранить. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Если остались вопросы, пишите. Всем пока. И до встречи на моем канале.